Привет друзья! Делаю анбоксинг и нож который сразу упадет в тест, по крайней мере надеюсь что здесь нож. Это новинка 2016 года. Компания Cold Steel. Нож называется Broke & Skull Cold Steel. Вот он построен. Здесь запасная клипса. Пакетик. Нож абсолютно новый. Оранжевые рукояти. Вот такой он в разложенном виде. Ух, какая моща! Вес ножа 90 грамм. Очень цепкая рукоять. Заточка. Видите, нормальная. Ну и дабы. Долго не затягивать. Сразу. Сразу запустим его в работу. Посмотрим, как поведет себя. Железо. Сталь на клинке. SXP. Ух ты! Необычно. Интересно. Очень тонкая рукоять. Очень легкий. Прямо даже непривычно как-то. Но, тем не менее, режет очень хорошо. Длина клинка 105 миллиметров. Ну, это уже я так прочитал на форуме. Но, я думаю, что здесь и есть эта длина. Рукоять тоже размер даже для моей ладони. Еще здесь есть свободное место. Режет нож. Очень шикарно. Все-таки не зря я его купил. Ну, посмотрим, как он в работе. Как будет держаться покрытие на клинке. И сразу говорю, что один момент, который заслуживает внимания, это то, что шпенек почти доходит до накладок. Никаким образом в работе не влияет, не мешает. Это, конечно, очень хороший плюс. Ну, что ж, в процессе работы буду снимать короткое видео. По работе данным ножом. Накладки очень шершавые, цепкие. То есть, даже в жирных руках нож не скользит. Ну, да. Есть один момент. Это тоненькая рукоять. Но, тем не менее, нож очень удобный. Ну, посмотрим, как будет дальше. Впереди будет. Ну, сегодня, наверное, не будет. В любом случае, я сниму видео отдельно по крыльям. И потом будет общая, так сказать, заключительный, как говорится, финальный ролик. Оба всех недочеток, зачеток выявлены на этом ноже. И так, начинаем. Low skill. Broken skull. Сталь. CTSH. XH. XHP. Клинок сведен симметрично. Даже отсюда видно заточка. Вы видели, какая с коробки. Ну, что ж. Начинаем. И продолжаем. Продолжаем. Продолжаем работу. Broken skull. Нож очень удобный. Курица у меня чуть-чуть, извините, подмороженная. Но, тем не менее, режет очень хорошо. Вы сами видите, что никаких торможений, втыканий, ничего нет. То есть, покрытие на работу никаким образом не влияет. То есть, cold steel, конечно, честно говоря, этим ножом, ну, кому как, порадовало. То есть, появится достаточное количество людей, которые уже купили, которые еще захотят купить этот нож. Ну, в принципе, на таких продуктах особо режущая кромка не сядет. Меня интересует именно, как она. Сталь поведет себя на крыльях. Но это будет чуть позже. И не сегодня. Сегодня я их не привезу. Ну что ж, продолжаем. Сейчас тоже гость пришел. А? А? Я их рукой пришел. Прямо я их. Нет, Наташа, нету. Прикинь, я думала, я бы со мной взяла. Ну что могу сказать. Для сильно тяжелой работы, может быть, рукоять быть не слишком комфортная из-за своей толщины. Но в работе по нарезке чего-то там даже на выходного дня нож на карман должен сказать, что это просто песня. При такой длине клюнька работать одно кругомыствие. Заточка, напоминаю, здесь заводская. Вскрывал я коробку при вас. Нож не управился, не точился. Посмотрим, насколько хватит заточки. Насколько удержит режущую кромку сталь на данном ноже. Но пока никаких замечаний нет. Он уже режет. В руках он скользит. Вовнутрь там, даже если что-то набивается, это все прекрасно вымывается. Все подогнуло четко. Замок. Монолит. Так что, я доволен. Продолжаем. Тестировать. Нож. Брокин. Скал. А компания Cold Steel. Составим SHP на кармике. Сейчас я режу крылья. Посмотрим, пострадает режущая тропка или нет. Крылья подморожены. Не до конца разнорожены они. Что могу сразу отметить. Это, конечно, то, что рукоять для тяжелых работ не совсем комфортная. Но, тем не менее, нигде особо не она минает. Вот. То есть, вы видите, в любом участке режущей кромки крылышко перерезается без всяких проблем. Да, вот именно в тяжелой работе вот этот момент. Замочек на руки, конечно, воздействует. И тоненькие, конечно, G10 выкладки тоже. Но, тем не менее, нож режет без проблем. Итак, впереди крылья. Пробавляем. Так. Продолжение следует... 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 я думаю достаточно я думаю достаточно итак все равно бумагу подрывает до против света здесь есть маленькие заминчики ну что ж на помощь нам придет вот такой мусатик, мусат, мусат и паста итак смотрим да видно там наверное какие-то там замены задиры пошли да чувствуется чувствуется там в этом месте чуть-чуть покрошилось сейчас я попробую на жесткой древесине ну в принципе да надо будет чуть-чуть тщательнее так сказать заняться этим вопросом но тем не менее вы сами видите о том что нож начал режать да этот участок который на который приходилось банка еще все таки не формированный ну что же делать банка оказалась сильнее банка оказалась сильнее вот эти сколы которые я так думаю что появились на режущей кромке при помощи мусата и пасты вывести наверно не получится хотя очень классный он нож очень удобный нож очень легкий единственный момент который это вот клипса клипса конечно изначально очень жесткая то есть его посадить в карман посадить в карман на штаны на брюки еще куда-нибудь это просто нереально клипса просто не имею неимоверной крепости но данный момент да кстати в процессе работы замок никаким образом не разболтался люфтов никаких ни вертикальных ни горизонтальных нет вопрос клипсой я решил одним простым способом то есть я загнал туда прищепку вот таким вот образом и поднял то есть еще чуть больше до пружинки дотянул и слегка выгнул ее поднял то есть у меня где-то здесь получается в этом месте зазор где-то 0,3 миллиметра но тем не менее при таком зазоре нож хорошо садится на карман и так же легко снимается то есть без задиров без зацепов без ничего вот такая новинка от колстила рекомендую всем к приобретению это нож достаточно классный достаточно хороший достаточно удобный резучий вы сами все видели то есть для бытовых нужд и выход ну просто на карман его повесить для всех нажиманов это очень хороший выбор ну тем более не дорогой с такой сталью с карпентеровской CTS и XHP спасибо всем большое за внимание у нас был нож брокен скал от колстила поставляется вот вот в такой коробочке вот в такой коробочке он идет внутри лежит пакетик там запасная клипса на другую сторону для левшей шпенек имеет пропил под отвертку его можно крутить то есть его можно поставить заподлицо выровнять идеально ну чтобы там по центру вот у меня он изначально был так клин вот он изначально вот в таком положении ну мне это в принципе мне резать а не как говорится мне ехать а не шашечки и так всего доброго всем до свидания спасибо за внимание вот такой был нож пока пока